Доброе время суток, дорогие друзья! Доброе время суток, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня мы поговорим о турецком кофе. Сейчас турецкий кофе, турк кофеси, как называют его по-местному, считается по праву одним из основных символов Турции, наряду со Святой Софией и популярным амулетом Глаз Фатимы. В стране даже существует поговорка «бир», «финкан», «ахвинин», «кырк», «ил», «хатыры», «вардыр», что можно перевести как «чашку хорошего кофе», «помнят 40 лет». Правильный турецкий кофе готовится в джезве, которую у нас называют туркой. В наши дни популярны также электрические джезве, которые способны сами контролировать приготовление и выключаться в данный момент. Существует ряд версий о том, каким образом кофе проник на территорию Турции. Наиболее очевидное из них гласит, что кофейные зерна впервые были завезены на территории государства приблизительно в середине 16-го столетия с Сулейманом Великолепным. Оздемир Паша, правитель губернии Йемен, преподнес в дар падишаху напиток с божественным ароматом. Кофейный вкус покорил султана, и через некоторое время во дворце появилась новая кухонная специальность – главный кофевар. Сначала кофе был доступен только представителям знатных слоев населения, но скоро напиток стали подавать повсеместно. Несмотря на популярность кофе в Турции, это растение не выращивают на территории страны. Сырье завозят из Африки и Латинской Америки. А на турецких производствах его обжаривают, размалывают, фасуют и упаковывают. Туристы ошибочно считают, что Turk Coffee C – это бренд турецкого кофе. На самом деле так звучит название напитка на местном языке. Турк – турецкий, как виси – кофе. Наиболее популярной торговой маркой турецкого кофе, причем далеко за пределами этой страны, является Мехмед Эфенди. Ну и другие турецкие марки тоже хороши, но имеют другой вкус. Если вы закажете кофе в одном из турецких заведений, у вас непременно уточнят, насколько сладким должен быть напиток. И существуют четыре уровня сладости. Легкая сладость с одним кусочком сахара, средняя сладость с двумя кусочками сахара, высокая сладость с тремя, и несладкий кофе, который называется «Саде». Всем привет, друзья. Меня зовут Али. Я Турк. Майя жена самоложит Антали. Сейчас я покажу вам как дели турецкий кофе. Сейчас мне надо ваду сахар, турка и тюркеш кофе. Это тюркеш кофе. Это тюркеш кофе. Кейфе тюркеш кофе. Фабрик, Истанбул. Очин кусна. Это тюркеш кофе. Как дели? Конечно, два варианты нет тюркеш кофе. Сахар, не сахар. Друзья, сейчас сколько будет чилибек хучиш пить кофе. Сейчас мой дом кукмэя дува. Майя жена, дува чутник. Сейчас как дува чутник я дели? Это один Вода, турка, два, еще раз, так, сейчас хватит, один ложку, кофе, сколько человек, два, раньше я сказал, два, это один, это два, может быть, чуть-чуть больше, больше кофе, это, как, это, хватит, я думаю, потом ложка, сюда, сэмоной, это, это, я не знаю, что, сюда, сэмоной, чуть-чуть, сейчас, сахар, раньше я сказал два варианта, сахар и ни сахар, я, рабица, сахар, я любишь, майя жена любишь, сахар, один, два, если видео, чуть-чуть больше, сейчас ложка, вода, кофе, сахар, чуть-чуть, 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 ты варишь кофе на медленном огне, маленький огонь, да, что важно в турецком кофе, скажи, сейчас очень важно вам пена, 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 то есть обязательно, чтобы образовалась пена, да, да, куда к нему, чуть-чуть, думай, пусть или лики, earn money и следующий год 5,5,6 м, 3,4 окна это 1-500 ещё раз, т Gotta twin что-a буты на масля YouTilyي То есть полторы ложки пены мы сначала добавляем в чашку, а кофе назад возвращаем на огонь и доводим до кипения. Вот кофе закипает, поднимается и быстренько снимаем с огня и разливаем по чашкам. Важно, важно, пема, пема. Так, что ты сейчас делаешь? Сейчас вода, кофе пить раньше, вода пить, хорошая. То есть к турецкому кофе всегда подается вода. Дается вода для того, чтобы почувствовать аромат кофе. Говорят, что вкусовые рецепторы работают лучше. Спасибо большое, Али. Пожалуйста. Я думаю, ты нравится моё видео. Моё видео нравится. Пожалуйста, лайк, лайк. Пожалуйста, пожалуйста. В первый раз я попробую это. Сейчас мы будем пить кофе. Молодец, Али. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Сладкая, если ты хочешь. Сладкая или нет, не важно. Круска. Я думаю, нравится. Сейчас хочу отдыхать, я тоже устал. А теперь... Обманываешь. Обманывай, убери. Специально взял для антуража. Ну, а теперь скажи правду. Ты что, в первый раз кофе варишь? Да. Да ну не обманывай, правду говори. Раньше попробовать. Я не знаю, я не нравится, мама не нравится. Как ты делаешь, да? Я не нравится, я не попробую. Моя жена много хочешь. Много ли ты хочешь кофе, кофе, кофе сейчас? Я буду попробовать. Я думаю, я нравится, конечно. Потому что я сахар, мой сердце, любишь много-много-много думаю, хороший кофе. Любимая, это кофе дей, это кофе я на здоровье. Спасибо. Будем пить кофе и кушать розовую луку. Вкусно? Вкусно. О, очень нравится, я очень нравится. Вкусно. Уважаемые зрители, конечно, он шутит. Так что не воспринимайте все всерьез. Кто делал, я не знаю. Турецкий кофе испортить невозможно. Пожалуйста, лайк, лайк. Пожалуйста, лайк. Привет, Мишель. Ты помнишь, ты спросил меня, как туркишкофе делал? Сегодня я делал для тебя туркишкофе. Очень вкусно. Побравай. Сегодня мы вот в такой домашней обстановке. Надеюсь, это видео вам понравилось. Вы оценили юмор Али. Конечно же, видео было сегодня шуточным. Умеет Али готовить турецкий кофе. И неплохо у него это получается. Ну, а мы всем говорим до свидания и до новой встречи на канале. Новая жизнь в Анталии. Светлана. Али. Пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok